Костя Сан и сегодня следующая доска и это Копито Ультрафир. Ростовка 155, ширина талии 25,5, мой вес 77 килограмм, размер ноги US 9 или 27 сантиметров длина стопы или 42 европейский. Это полностью симметричная доска, твинтит. В основании доски плоская часть, то есть вот от этой части на носу до такой же части на хвосте, это плоская середина. Дальше идет подъем хвоста и подъем носа, фирменные для Копито загибы носа и хвоста. Тут как киктейл у скейта, прям уголком, я думаю, это видно. Ну и вот сам прогиб. Плоская доска с рокерочками. В апреле я выложил видео про то, как я еду на этой доске сначала по лесу, делаю там поворотики, потом заезжаю в парк, проезжаю весь парк и заканчиваю линию на бревне. Так вот это вот все было на этой доске. Когда я выбирал эту доску, в магазин мне откровенно сказали, ну слушай, это доска на любителя, она как линолеум. И да, это очень мягкая доска для меня, опять же. Для меня мягкая и я примерно день привыкал к ее жесткости, к мягкости, но у нее есть масса плюсов. Я ее вообще брал, чтобы учиться делать какие-то трюки на перилах там. Ну в общем, такой очень простой и медленный джибинг. Ну плюс там какие-то связочки в флэт фристайле. На ней ты не готовишься сделать трюк, а ты просто берешь и делаешь его. И надеялся, что она будет универсальным снарядом для, например, весеннего катания, когда ты где-то наверху и по трассе качишься, там с каких-то боковинок у трассы прыгаешь и в парк заезжаешь. И так оно и получилось. К жесткости я привык. Поначалу было так, что я выезжаю, ставлю ее на кант. И такое ощущение, что я прямо туда сейчас и упаду, в ту же сторону, куда решил повернуть. Но нет, когда привыкаешь к доске, понимаешь, что начинки у нее достаточно, чтобы хорошо ехать в карвинге. Конечно, это не карв-снаряд учиться, карвить на нем сложно. То есть нужно точно знать, что ты делаешь. Но когда ты знаешь, что делать с доской в карвинге, то ставишь ее на кант и она держит. Это не такая, я думаю, доска уже выше среднего, ближе к топу. И начинка для джибовой модели, для парковой джибовой модели, мне кажется, такая слишком богатая. Тут и триаксиальное волокно, и доска вообще по периметру армированная тут кевларом. По центру идет полоска тетанала. Ее даже видно вот тут на срезе, видно примерно 2 сантиметра в ширину. Это полосочка. Вообще, должно придавать доске прочности вся эта арматура. Но я доску не сломал, и я вообще доски не ломаю. Поэтому здесь, наверное, вопрос к каскадерам, которые на перила бросаются. Еще в конструкции пробка. Пробка вот здесь, в районе закладных. Вот эта вот темная полосочка, это пробка. Возможно, ее будет видно. Ее можно даже накатком помять. Но, если честно, вот если бы Капита сделала две одинаковых доски, одну с пробкой, другую нет, и был бы какой-нибудь день ледяных трасс, возможно, можно было бы почувствовать разницу. Ну, а так, говорить о каком-то виброгашении, я думаю, стельки в ботинке погасят больше вибраций, чем вот эта вот технология. Ну, в общем, это нерешающая технология для этой доски. Как у этой доски мне понравился? Если я скажу там какие-то цифры или название технологии скользяка, они ни о чем не скажут. Но, как я понимаю, что скользяк классный. Во-первых, я проверяю скольжение доски в разных условиях. По сухому снегу, по перемороженному, по весеннему, по весенней каше. Или, вот знаете, когда вроде бы еще зима, но к обеду склон подотпускает, и доска начинает чуть-чуть подлипать. Так вот, вот этот скользячок, в отличие, например, от липтеховского, он хорошо с этим справляется. Вот банана начинает тупить. Она начинает подтормаживать, когда ставишь доску на кант. Вот здесь такой истории нет. Плюс насечка. Она дает, я думаю, немало. Потому что, знаете, что такое насечка? Здесь у меня консервационный парафин. И абсолютно не видно этой структуры. Но здесь такая продольные рисочки на всей доске. Так вот, они помогают доске скользить по влажному снегу. И когда даешь бокаря на этой доске, она немножко поет так. Вот. Ну и устойчиво к царапинам. Ничего глубокого и страшного с ней не произошло за прошлую весну. В общем, доской я доволен. Легкая, классная. Капитов Ультрафир, 155-й ростовки. Ширина талии 25,5. Мой вес 77. Размер ботинка US9. И эта ростовка мне хорошо подходит в этом сезоне. На эту роль я планирую завести Найдекер сенсор. Ну и на самом деле у Райда есть еще модель Warpik. Есть еще Twin Peak, но как бы она, наверное, ближе. Но вот мне хочется попробовать короткую направленную широкую доску. Плоскую. Чтобы посмотреть, заменит ли она и парковый вариант, и паудерный. Ну, а пока это Капита. Еще из Капита я бы, наверное, попробовал промодель Скотта Стивенса. В этом сезоне классный дизайн. И вообще, мне кажется, Хоррорскоп хорошая альтернатива. Стоит гораздо дешевле. И мне кажется, такая начинка не совсем нужна в доске для джиббинга.